что будет если пить пиво каждый день что будет с мужчиной если пить пиво каждый день здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков а я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачков автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть моих книг купить через интернет можно сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже а также как лечиться вылечиться и жить без болезней и рассказать про один очень спорный продукт питания под названием пиво натуральное мнение экспертов разделились в этом вопросе кардинально часть экспертов утверждает что правильный ответ на вопрос что будет если пить пиво каждый день у мужчины цирроз печени импотенция острая сердечная недостаточность но другая часть экспертов не менее авторитетно заявляет что правильный ответ на вопрос что будет если пить пиво каждый день у мужчины у него будет активное долголетие уменьшение риска заболеваний сердечно-сосудистых онкологических и как же вам разобраться в этом вопросе попробую подсказать вам я поэтому смотрите это видео дальше я попробую рассказать про болевые точки которые есть и как правильно пользоваться своим здоровьем чтобы достичь активного долголетия но очень важно знать особенности употребления этого не самого простого напитка которым раньше успешно лечили неизлечимые болезни в монастырях как только пиво попадает в полость рта мужчины горькие гликозиды гумулин и лупулин из хмеля раздражая слизистую усиливают секрецию слюны и правильный ответ на вопрос что будет если каждый день пить пиво у мужчины улучшится переваривание крахмала а значит на голодный паек попадают возбудители грибковых инфекций и наверно уже насторожились сторонники грибковой теории рака и думают как пиво вносить в лечебную схему лечение раковых больных как только мужчина проглатывает пиво те же горькие гликозиды гумулин и лупулин а также низкая концентрация спирта большинства сортов пива ниже 10 градусов некоторые другие вещества усиливают секрецию желудочного сока и правильный ответ что будет если пить пиво каждый день у мужчины сохраненной и сниженной секреции желудочного сока улучшение переваривание белковой пищи растительного либо животного происхождения не имеет значения а вот случае если есть атрофия слизистая желудка иными словами атрофический гастрит то правильный ответ на вопрос что будет если пить пиво каждый день у мужчины не будет ничего нового новые события в этом случае не происходят мертвые пчелы говорят не гудят даже тихо иными словами если атрофический гастрит уже есть то пиво никоим образом на секрецию желудочного сока уже повлиять не может а вот правильный ответ на вопрос что будет если пить пиво каждый день у мужчины с язвенной болезнью 12 перстной кишки это обострение язвенной болезни данном случае усиливать секрецию желудочного сока нет необходимости у пива этот момент присутствует вне зависимости от того вы пьете пиво до еды во время еды после еды между прием пищи в данном случае она исключается полностью и нужны совершенно иные лечебные средства как только пиво полость рта на всасывается практически ноль в просвете желудка всасывание жидкости около 10 процентов от того что возможно вы 12 перстной кишки в тонком кишечнике в целом как только пиво попадает 12 перстную кишку она усиливает секрецию поджелудочной железы и стимулирует сброс желчи те же горькие гликозиды гумулин и лупулин это и желчегонные средства в том числе и правильный ответ на вопрос что будет если пить пиво каждый день мужчины с хроническим панкреатитом очень вероятно обострение панкреатита до острова и в данном случае что будет процентов 15 лучшем случае выпрыгивают с сахарным диабетом первого типа и подсаживаются инсулин на всю оставшуюся жизнь остальные 85 остаются переходит патологоанатом очень жесткая тема поэтому если есть хронический панкреатит правильный ответ что будет если пить пиво каждый день высокий риск для вашей жизни и лучшем случае для здоровья как только компоненты пива всасываются в кровь безусловно они воздействуют на печень и часть экспертов утверждает пьете пиво жировой гепатоз стеатогепатит цирроз печени и понятно какой исход но не все так просто в королевстве датском если пить пиво правильно иными словами вы начинаете употреблять алкогольные напитки с возраста 21 год и старше то есть когда ваша печень уже полностью готова к работе и может выполнять свою роль свою функцию как органы детоксикации в полном объеме оптимальные дозы пива которых я скажу далее они печени не навредят более того малые дозы стимулируют работу печени если вы пьете пиво даже небольшими порциями но каждый день вы раздражаете печи на несколько часов пивом а далее остальное время печень активно фильтруют кровь от тех шлаков и токсинов которые могут попасть не любыми путями из того же желудочно-кишечного тракта либо попали в ваш организм дыхаемым воздухом либо каким-то образом попали через кожу либо были употреблены вами в случае медицинских каких-то манипуляций там скажем внутривенно внутри артериально или другим способом и здесь важно важен баланс известные дозы безопасные по циррозу печени на 50 лет это 40 грамм чистого алкоголя в сутки здорового мужчине с исходно здоровой печени если все точки соблюдены печень была исходно здорово вы начали употреблять алкогольные напитки не ранее того периода когда печень полностью выполняет теперь свои функции и используйте правильные дозы на протяжении даже длительного периода времени вашей печени ничего нового не произойдет от этой причины другие причины могут влиять на работу печени и то что пиво не уникальный агент который провоцирует жировой гепатоз и цирроз печени подтверждает статистика цирроз печени в германии стоит далеко не на первых позициях это шестое седьмое место занимает там где пиво пьют но но к медикаментам относятся осторожно если мы возьмем соединенные штаты америки цирроз печени стоит на четвертом месте а пиво там пьют немного относительно немного по сравнению с жителями германии и понятно что для развития цирроза печени важен комплекс факторов они какой-то один уникальный и правильный ответ на вопрос что будет если пить пиво каждый день у мужчины с больной печенью иными словами если есть жировой гепатоз гепатит стеатогепатит вы ответ знаете будет цирроз печени со всеми сопутствующими проблемами а вот что будет если каждый день пить пиво у мужчины со здоровой печени вы узнаете прямо сейчас а события развиваются следующим образом как только пиво проходит печень увеличивается объем циркулирующей крови и вот здесь те эксперты которые утверждают кардинально противоположные результаты они просто не говорят вам в каких условиях они происходят а высокий кардиологический риск либо сниженный кардиологический риск формируются условия в которых мужчина употребляет пиво и они очень просты и понятны если мужчина пьет пиво и не умерен в дозе то понятно объем циркулирующей крови будет выше иными словами нагрузка на сердце и на сосуды будет выше но прежде всего на сердце первично обеспечивает циркуляцию более значительного объема крови идет утолщение мышцы сердца с увеличением размеров и это рабочая гипертрофия она благоприятно но последствия могут быть дальнейшие не благоприятны если мужчина не меняют условия то есть иными словами не уменьшает дозу употребляемых напитков потому как следующий шаг это расширение полостей сердца с формированием баварского сердца видимо в баварии хуже всех знают как правильно пить пиво поэтому баварское сердце известно по этой местности а это огромного размера сердца который занимает стремится занять практически всю грудную полость и это серьезная угроза для жизни это высокий кардиологический риск и риск внезапной смерти в любой момент чтобы баварское сердце у вас не образовалась номер один это количество напитка которую вы употребляете и в данном случае многое зависит от вас но это не уникальные условия есть еще одно условие для того чтобы баварское сердце у вас не образовалась если пиво само по себе способно улучшить переваривание пищи и это можно легко и просто использовать для улучшения качества жизни и увеличения продолжительности то если в этой пище будет много соли как явной так и скрытой скажем вы используете колбасные изделия сыры твердые либо другие источники где много соли то соль удерживает воду в кровеносной системе и индикатор очень простой количество выпитого пива практически знак равенства количество походов в туалет с опорожнением мочевого пузыря если у вас соли мало у вас отлично работает сердечно-сосудистая система кров не густая прекрасно работают почки как орган фильтрации крови и снижается риск мочекаменной болезни что подтверждено статистически одновременно и риск аденомы простаты простатита у вас будет снижен если же вы соли употребляете много иными словами пива вы можете выпить много а опорожнение мочевого пузыря у вас по какой-то причине происходит соль скорее всего удерживает в кровеносной системе воду и в этом случае перегружается сердце она идет сторону баварского сердца а ваших почках могут откладываться камни чаще всего это будут ураты еще один элемент который способствует развитию баварского сердца это физическая нагрузка связи с употреблением пива иными словами если вы много пьете пива то физическая нагрузка чем больше пива тем ниже уровень физической активности иначе если вы увеличив объем крови добавили физической нагрузки неважно каким способом то ли вы решили потанцевать то ли вы решили поработать физически то ли вы решили заняться сексом не имеет значения вид физической нагрузки имеет значение ее интенсивности количество выпитого пива и соответственно скорость движения в сторону баварского сердца и события которые с этим связаны если же вы эти условия соблюдаете то учитывая ранее сказанное желчегонную активность а также способность спирта препятствовать отложению холестерина в стенках сосудов вы получаете профилактику атерослероза сосудов при котором спирт не дает холестерину остаться на стенках а алкалоиды гумулин и лупулин обладая желчегонной активностью способствует перемещению холестерина из желчного пузыря в кишечник откуда он может быть далее удален из организма и в этом случае кардиологический риск снижается риск внезапной смерти опять таки снижается и это все понятно если вы понимаете в каких условиях могут происходить те или иные события вашей жизни а вот какие еще моменты вы можете получить употребляя пиво узнать прямо сейчас и влияние на мужскую потенцию она неоднозначно натуральное пиво имеет еще некоторые особенности воздействия на организм мужчины и правильный ответ на вопрос что будет если пить пиво каждый день у мужчины в летнюю жару очень вероятно перегревание организма и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний расхожее заблуждение что пиво помогает охладиться вопрос каких условиях она употребляется одно дело вы употребляете холодное пиво в прохладном помещении она может помочь вам первично когда употребляете холодное пиво получить эффект охлаждения а перегревание не наступит потому как те семь пустых килокалорий который дает 1 грамм спирта в прохладном помещении не влияют особенно на вашу терморегуляцию совершенно иное если вы находитесь на открытом пространстве вокруг вас температура далеко за 30 градусов это если в тени когда вы смотрите на градусник а на открытом солнце еще 15-20 градусов можно добавить сверху если вы пиво пьете просто на пляже под палящими лучами солнца то правильный ответ на вопрос что будет если просто пить пиво в этих условиях вы уже знаете так делать не стоит первый признак того что терморегуляция идет напряженно идет покраснение лица иными словами в этом случае организм не может избавляться от избытков тепла густеет кровь нагрузка на сердце с повышением артериального давления и вот здесь тестируются сосуды очень вероятен геморрагический инсульт с очень плохими последствиями в любом случае особенно у мужчин молодого возраста поэтому нужно правильно употреблять пиво в зависимости от тех условий которые вас окружают а также правильно использовать его для регуляции потенции я не оговорился пиво может помочь регулировать потенцию зависимости от того как вы его употребляете и одно дело если каждый день пьет пиво холерик у которого как правило легкая возбудимость быстро возникает эрекция также быстро она пропадает по причине преждевременной эякуляции то холерик может перевести себя ближе к сангвинику иными словами у него этот процесс будет более управляем совершенно иное если мужчина уже снизил свою потенцию и те эстрогеноподобные вещества которые содержатся в пиве они стимулируют выработку женских половых гормонов которые не относятся к системе стимуляции мужской потенции и очень легко попасть в импотенцию либо такое мудреное название очень красивая знаете благородно выглядит эректильная дисфункция а результат один есть мужчина есть женщина и между ними появился третий то есть бокал пива в этом случае понятен исход и выбор мужчина делает для себя и он сам знает что будет если пить пиво каждый день его потенцией нужно правильно ее регулировать что значит пить пиво правильно нужно ориентироваться на свою потенцию если вы не уверены своей потенции то я рекомендую пить пиво два-три раза в неделю в той безопасной дозе которую я обозначил ранее в этом видео и безусловно это относится к натуральному пиву если вы в своей потенции уверены то используйте ту же дозу ежедневно но распределяете ее в несколько приемов пищи употребляя перед едой и какие бонусы вы получаете что будет с мужчиной если пить пиво каждый день правильно вы улучшаете переваривание пищи улучшаете очищение своего организма и что говорит статистика если вы правильно пьете натуральное пиво увеличивается продолжительность жизни на пять лет это немалый бонус но улучшается еще и качество жизни ведь каждая клетка вашего организма зависимо от обеспечения правильного питания а также от очищения организма от шлаков и токсинов которые эти клетки во время своей активной работы и производят а натуральное пиво помогает обеспечить и правильное питание очищение организма и индикатор если у вас было выпадение волос то пиво поможет остановить выпадение волос на голове иными словами она улучшит питание волос улучшит очищение крови от тех токсинов которые мешают волосам длительное время находиться у вас на голове также можно устранить и риск онкологии онкология также это иммунный дефицит ваша иммунная система точно также зависимо от обеспечения правильного питания и от своевременного очищения организма чтобы иммунная система боролась не со шлаками и токсинами которые ей вредят в первую очередь и с которыми она борется в первую очередь а свободу возбудителями бактериальных вирусных грибковых инфекций с онкоклетками ну и заодно и омолаживала клеточный состав в вашем организме своевременно пиво влияет безусловно и на вес но здесь очень много факторов и чтобы не затягивать это видео я со временем сделаю другое видео в котором расскажу как правильно регулировать вес у мужчин и женщин употребляя пиво а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить лайк на это видео я подумаю какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас до новых встреч на моих каналах доктор скачко и школа доктора скачко